Правительство Рязанской области, высший исполнительный орган государственной власти Рязанской области, возглавляемый губернатором Рязанской области Ковалевым Олегом Ивановичем, имеет согласно региональному законодательству ряд полномочий по организации исполнения законодательства Российской Федерации и законодательства Рязанской области в сфере архивного дела. В настоящий момент в архивной сфере региона трудятся 188 архивистов архивных служб, непосредственно архивистов и 1042 работника, учреждений, предприятий, организаций, стоящих комплектований, отвечающие за ведомственный архив и дело производства. Архивное дело представлено сетью архивных органов и архивных учреждений на территории Рязанской области, как совокупностью взаймодействующих между собой органов управления архивным делом, архивных учреждений Рязанской области и других архивов, созданных для хранения и использования архивных документов. Сегодня в Рязанской области один уполномоченный орган, главный архивный управление, 20 днев архивных служб муниципальных образований, один государственный архив государственных казенных учреждений Рязанской области, государственный архив Рязанской области, ведомственный архив учреждений, организаций, предприятий. По состоянию на 1 января 2014 года, согласно нашим с вами отчетам, в архивах Рязанской области находится на хранении более 3 миллионов единиц хранения, из которых около 1 миллиона муниципальных архивов. В государственном казенном учреждении Рязанской области и государственный архив Рязанской области свыше 2 миллиона, 2 миллиона 34 тысячи 510 единиц хранения. Реализация основных задач главного управления направлена на сохранение, пополнение и использование ретроспективной документной информации для социально-экономического развития региона. В связи с отсутствием необходимой и достаточной правовой базы на федеральном уровне закон РФ-125ФЗ об архивном деле в РФ в этом году ему исполняется 10 лет. Уже немножко устарел для нас. В настоящее время в главном архивном управлении проводится активная работа по совершенству нормативной правовой базы на региональном уровне. За последние три года принято 27 ведомственных постановлений. Разработаны и проходят стадии согласования проекта закона Рязанской области об архивном деле в Рязанской области, положение об главном архивном управлении, об утверждении положения в оплате труда и материальном стимулировании руководителей подвесных учреждений. Следует отметить, что все принимаемые нормативные адки публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальных сайтах сети интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг. Официальный сайт ДОГРО, как по органу исполнительной власти, подготавливает и размещает информацию о своей деятельности в соответствии с формационными и технологическими критериями в рамках утвержденных положений и регламентов. И содержит информацию обо всех архивных службах области. Все районы имеют свою страничку, там размещены фонды, как и в районах. И люди могут обратиться, посмотреть и найти то, что они ищут. Если не находят, тогда уже обращаются в Государственный архив Рязанской области. Научно-справочный аппарат документов по личному составу, я сказала, согласно программному комплексу «Архивный фонд», информационный день для архивистов по работе с архивными службами, обратная связь с пользователями по интересующим вопросам, календарь по жительным датам, указания ссылок на базу данных мемориалов, многие им пользуются, единый портал архива России, банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» 1941-1945 год. В соответствии с распоряжением правительства Рязанской области подтвержден перечень государственных услуг, предоставляемых главным архивом управления. У нас их четыре. По реализации каждой бесплатной государственной услуги можно привести ряд неординарных примеров. Начиная от поиска безхозяйных документов на территории регионной страны, архивисты знают, что это такое, когда документы никому не нужны, кроме нас, от которых зависит получение пенсии, наследство, до осуществления креативных социальных проектов для тех, кто обратился с запросами. Кроме того, начальник управления осуществляет личный прием непосредственного управления, а также весьма месячный в муниципальных образованиях области, как по своей областевой компетенции, так и по другим социальным вопросам. Люди обращаются, верят в нас и мы помогаем. В соответствии с российским законодательством и в рамках реализации государственной услуги экспертно-проверочной комиссии управления осуществляет систематическую экспертизу ценностей документов на носителях любого вида, находящихся в региональной или муниципальной собственности.